здравствуйте друзья у нас вечерний вопрос давайте к свету поближе сяду здравствуйте михаил скажите пожалуйста что вы думаете о чрезмерной феминизации женщин в сша я уважаю все религии существующие на земле но мне не нравится роль женщины которая отведена ей в мусульманском мире особенно в ортодоксальной его части но с другой стороны я совершенно не поддерживаю оголтелый феминизм который процветает в западных странах женщины настолько запугали бедных мужчин своими претензиями и своими правами что они сирые все чаще и чаще предпочитают создавать союзы с другими мужчинами а это опасно друзья от я от себя я думаю эти явления очень взаимосвязаны я не понимаю почему это плохо когда мужчина пытается помочь женщине открыть для нее дверь пододвинуть стул помочь надеть пальто подать руку ведь это так прекрасно когда мужчина ускаживается женщиной пытается ее защитить пытается помочь ей ведь однозначно мужчины сильнее физически конечно женщины тоже намного способны и им не стоит отводить роль по принципу 3к киндер керхе кюхе то есть церковь кухня и дети это по-немецки друзья но нельзя все доводить до идиотизма если женщина говорит что она такая же физически сильная как мужчина и она может сама донести свою сумку я подозреваю что в общем-то на она может да тогда она должна быть последовательной и сказать что она физически сильно настолько что в любых соревнованиях в любых видах спорта может сражаться наравне с мужчинами но это же не так женщина все равно слабее зачем делать из себя монстров не нуждающихся в помощи мужчин и лишать себя такой прекрасной части отношений как ухаживание беспокойство забота желание помочь а потом еще и удивляться холодности безразличию и равнодушию мужчин да может быть и светлана вышка выскажется по этому поводу я вам буду очень благодарна ну светлана мы отдельно спросим а раз я уж тут пока один значит я тогда отвечу один да друзья до стремительно движется мир экономические политические и соответственно вот мы живущие в этом мире очень сильно отличаемся от наших относительно недавних таких близких нам предков ну вот скажем наши даже дедушки и бабушки вот например моя бабушка в восемнадцатом году вышла замуж методом вот то что здесь называется range marriage да то есть там свах там все дела вот и значит хотя и в то время это не обязательно было не было обязательным атрибутом но было так достаточно распространено вот мы сегодня смотрим на там мальчиков девочек из индии которые здесь и говорим боже как же это они там родители детей замуж там выдают девочек там или там женят и так далее да помилуйте а вот три поколения назад три не десять три поколения назад вот мы мы тоже такие были поэтому если мы сравниваем систему отношений вот скажем там в арабском мире хотя он тоже неоднородные конечно да и мусульманские страны да там было мусульманские страны европейские соединенные штаты а в первую очередь дело же не в религии которая там есть потому что с точки зрения религии место женщины достаточно хорошо определенное было исторически и в и в православии тоже и в иудаизме не то чтобы там как-то вот ислам какое-то необычное место для женщины там придумал а а просто жизнь меняется и уже в том же израиле кстати это очень хорошо видно вот если вы там побываете вы увидите что вот есть женщины которые живут в таком патриархальном укладе где традиционные взаимоотношения между мужчиной и женщиной а есть люди вот просто очень современные а есть тут же вот там однополые всякие отношения там очень активисты и там и так далее все это вот на очень маленькой территории там относительно небольшое население вот тем не менее поэтому вопрос чем вот допустим давайте возьмем израиль пусть будет так например подальше вот от соединенных штатов там от российской федерации вот идут муж и жена и они такие все патриархальные одеты обмотаны платочком там все такое ну вопрос вы станете вот этой женщине и этому мужчине объяснять что они живут неправильно и вот не объясняю но допустим там происходит женщина там не знаю выходит из трамвая там руку мужчина и подал так какая женщина правильно значит если эта женщина вся вот так как бы одеждой всем видом и так далее показывает что она из другого мира значит ну то отчет ее напрягаешь это же человек из другого мира иногда сложно понять понимаете вот есть какой-то человек и ты не знаешь он он какой системы ценностей придерживается и вот например в отношениях там между мужчиной женщин вы говорите какая красивая вещь ухаживания даже прекрасно когда ухаживание понимаете история вот на одно и то же ухаживание значит одна женщина скажет как прекрасно что такой галантный мужчина ухаживает другая женщина скажет бабник там и так далее с продолжением дома 3 скажет харассмент и в суд подаст понимаете как и каждая из них по-своему права вот поймите правильно не вы правы с вашим общим аршинам пытаясь измерить их всех а каждый из них прав по-своему эти в тот момент когда мы начинаем уважать уважать в человеке а право на собственное мнение на то чтобы его никто не трогал на то чтобы он жил так как он считает нужным жить а это безусловно право очень развитого общества феодально очень европа владельческом ты так не живешь и эти в патриархальном укладе этого нет вот а вот когда общество развита европейская западноевропейская американская до канада сша вот здесь так более более продвинута в каких-то странах вы не можете на пляж пойти без того чтобы там все тело было закрыто а в каких-то странах есть просто пляже где люди голые ходят они тоже голые а вот я как-то помню неоднократно натыкался на совершенно голых людей которые так просто в обычном месте находятся вот едут там три-четыре женщины на велосипедах и сверху на них ничего но то есть совсем ничего вот совсем что есть тому женщины сверху вот она со всем этим едет там значит атрибуты колышутся и так далее значит если это не противоречит как бы местному законодательству мы не говорим про нравственность про этику и эстетику если это не противоречит законам да то и никто и слова не скажет и не посмотрит там тогда я вспоминаю надо рассказывал когда вы только приехали в но не в сша а вот в те края где мы сейчас живем это было в mountain view и там была такая большая плаза шопинг плаза и мы машину поставили на метрах в 100 может быть от магазинов которые мы шли и вот эти 100 метров мы шли пешком и там двигалась женщина афроамериканская женщина это был там 90 не знаю второй год и в то время были модные лосины такие вот облегающие штанцы причем мы когда вот в москве жили я не видел что кто-то в этом ходил вот прямо вот в этот момент где-то произошло короче стали модными лосины и вот а здесь может быть раньше были модны и вот идет женщина габаритов таких знаете но даже не знаю с чем сравнить но вот с джипом таким автомобилем для такая большая и вот она в этих лосинах я и каждый шаг который она делает она так как корабль пустыни такой идет найти и все колышется то есть колышется так что просто слов нет это так сама себе идет и никто в него не обращает вот только мы так смотрим и думаем фига себе так вот женщина оделась эти и и все колышется но послушайте а всем пофигу это вот мы как бы приехали там из какого-то другого мира и если бы она так по москве шла например да ей бы со всех сторон кричали что она там я не знаю ну как бы люди высказывали бы свое осуждение когда свете было лет 19 я помню может это на вместе были она купила за 6 рублей как сейчас помню эти 6 рублей штаны из ну такой советской джинсухи то есть вы понимаете когда свете было 19 лет это был там 74 год значит и из такой советской джинсухи 76 75 да значит они были очень широкие но широкие широкие штаны снизу сверху прям были как океан такой уж не знаю чего и мы в этих штанах поехали в крым тогда мы были не помню где в алуште в общем и она там по алуште в этом шла такой нормальная пляжная такой знаете летние там с проклятиями с плевками там еще и причем нас мальчиком идет и вроде все но люди не нервничали женщины особенно старые закалки я к чему это все рассказывать к тому что мы живем в такое время что на одном пятачке сталкиваются разные культуры вот многоукладность такая происходит и если мы говорим про соединенные штаты например или там про западную европу и так далее помимо того что вот есть люди которые говорят как прекрасно когда вот какое-то ухаживание есть масса людей которые говорят достали кобели понимаешь он там тебе вроде ручку подает осмотрит так как будто же раздевает то есть разные оценки и женщина чем больше она независимая по жизни ну а что и сумку тащить вот она бросила в багажник и поехала себе дальше как мужчина бросил бы в багажник а до багажника и донесли там работник магазина все упаковал балансе в багажник положила на себя поехал поэтому вот разные люди разный образ жизни и и судить их в америке например не живя в америке не находясь в этом слое как бы и так далее невозможно то же самое как допустим живя там я не знаю в соединенных штатах судить о том как люди живут например в иране другой мир мы ну ну конечно странно это все там да ну ну так живут или в афганистане или в пакистане где-то я читал недавно что в пакистане в пакистане я боюсь соврать а может и в индии ночи вот 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 в одной из двух за год у них там тысяча убийств чести то есть значит отец убивает дочь или брат убивает сестру муж убивает жену вот которая значит нанесла урон чести семьи понимаете как интересно то есть такие места где вот так в иране недавно был случай тут вот писали в сша там закон говорит так что если например один человек другого убил то родственники пострадавшей стороны имеют возможность от либо требовать смертной казни того кто убил и он будет казнен либо могут его отпустить то есть это на родственниках пострадавшей стороны и вот был случай что женщина убила насильника то есть он пытался изнасиловать и она его убила ну как-то произошло и ее казнили потому что родственники вот вот этого убитого насильника были возмущены тем что она его убила они требовали смерти значит а ее и казнили разве не дико но они так живут это их жизнь и они так живут и дай им бог здоровья и пусть живут как живут это не наше дело если вы туда поедете да то вы будете придерживаться тех правил которые у них там соответственно если вы поедете в соединенные штаты вы будете придерживаться тех правил которые тут если у вас будут друзья которые ну как-то хотят там поухаживать и вам это будет нравиться и так далее то вы совершенно удовлетворите свою потребность там в легком ухаживании со стороны людей которых вы знаете и которые вас знают там и так далее а если это Незнакомый человек, так и есть риск, понимаете, если вы начинаете к незнакомому человеку со своим самоваром в Тулу, да, значит, со своими оценками, там, что прекрасно, а что не прекрасно, вы можете нарваться. У него есть право не хотеть этого, понимаете, у него есть право. У вас есть право хотеть, и, как бы, вы можете свое право реализовать, без того, чтобы кого-то принуждать к этому, или кого-то за это ругать, или обвинять, или осуждать, и так далее. То же самое вот всякий человек, знаете, как говорят, что свобода человека кончается там, где начинается свобода другого человека, если мы все равны, да, значит, ну так мы все равны, мы уважаем вот это равенство. Я небольшой смотритель там телевидения российского, но иногда какие-то шоу там где-то попадаются, ток-шоу какие-то. И вот я несколько раз отмечал, недавно совсем, это не было там 20 лет назад или 30, это было вот буквально. И там вот люди что-то обсуждают, и говорят, ну вот женщина, она меньше получает. И они так, ну да, ну понятно же, что женщина должна меньше получать, но это же понятно, что женщине за ту же работу столько же платить не положено. Вот они сидят, разговаривают, и я думаю, нифига себе, вот они, даже мысли не возникают, что а почему, почему за равный труд не платить ту же зарплату, как-то странно. Вот, поэтому, значит, до тех пор пока жизнь в, ну допустим, пусть будет Российской Федерации или там какая страна, Украина, я не знаю, до тех пор пока жизнь там не станет такой же, как там, не знаю, в Голландии, Франции, там Канаде, США и так далее, значит, до тех пор сохранятся различия. И я даже не знаю, я поскольку давно не, как бы, не живу в СССР, в России там и так далее, я помню, например, что никогда не было проблемой с тем, чтобы вот, у меня даже рефлекс до сих пор, вот там женщина какой-нибудь, пиджачок или курточка, значит, там подаешь ей курточку или пиджачок, даже там не очень знакомая, знакомая же так тем более, вот. И даже не знаю, сейчас вот если я попытаюсь это сделать, я пытался, люди удивляются, они не возмущаются, но очень удивляются, потому что как-то им, ну у нас вот в школе, да, там девочки тоже из вот бывшего СССР, так они как-то смотрят, так говорят, а что вот он куртку держит, что теперь, что я теперь должна с этим делать, понимаете, а она должна просто руки подставить, чтобы я ее набросить мог. Я уже перестал, думаю, ну что, если как-то я, я странно выгляжу, понимаете, я что-то взял чужую куртку, зачем, зачем он взял чужую куртку, София наша, не знаю зачем, своему внуку девятилетнему взялась читать, я не знаю, читали ли вы, но вот там Васек Трубачев и его команда, или как он, нет, Тимур, Тимур, я извиняюсь, Тимур и его команда, да, Васек Трубачев, это отдельно. Значит, Тимур и его команда. Ну и, значит, они там, бабушки, там, пенсионерки там или что-то, или там ветеранка была, я не помню, что там за женщина была, они так, пионеры, незаметно перемахнули к ней туда во двор, порубили дрова и смылись. И мальчик недоумевал, он говорит, как же так, они пошли на чужой участок без разрешения, понимаете, и вдруг пошли на участок, чужой дом, чужая земля, чужая территория, они туда раз, без разрешения, еще они там какую-то хозяйственную деятельность вели. То есть мальчик никак понять не мог. Поэтому задача не в том, чтобы мальчика переубедить и объяснить ему, насколько эти хорошие были пионеры, которые помогли бабушке без ее согласия. Ну, просто принять надо, вот надо принять, что люди так живут. Вот, и вот мы живем, как мы хотим, они живут так, как они хотят. Когда мы говорим про какой-то такой экстремальный феминизм, вы знаете что, я тоже вот многие вещи, которые в обществе присутствуют, я вижу что-то, что мне кажется экстремальным. Ну, вот, например, когда референдум был в Калифорнии, и большинство людей высказались за то, чтобы запретить однополые браки, не так давно было. И дальше судья, который, я не помню какого уровня это был, судья, калифорнийский какой-то. Вот, и он сказал, что это неконституционно, потому что в Конституции Калифорнии, значит, нет указания на то, что брак это именно между мужчиной и женщиной. Ну, вот нет там такого, понимаете? И там и правда нет, действительно нет. Но вы представьте себе, что 150, там, 160, 170 лет назад, когда писалась Конституция Калифорнии, это же кому в голову могло прийти специально прописать? Понимаете? Все-таки есть, есть как, есть буква, есть дух там, я не против того, чтобы люди там могли как-то иметь отношения такие или сякие, я абсолютно не в эту сторону клоню. Но я к тому говорю, что Конституция тут ни при чем, но это реальное какое-то злоупотребление, понимаете? Это доходит до бредовости. С моей точки зрения, субъективный. Но, ну я принимаю это в том смысле, в каком, ну вот, значит, жизнь так сложилась, значит, вот есть люди, они так живут, и дай им Бог здоровья, и как бы, в той мере, в какой они не заставляют нас жить там по своим правилам, в этой мере я не против, чтобы они жили там по своим, в чем-то. Вот, поэтому, но их же тоже притесняли очень сильно, и как бы их не принимали, за ними не признавали права вот быть вот такими. Когда-то за черными не признавали там права служить в армии, или точнее, они служили в армии, но в отдельных подразделениях для черных. Еще сто лет не прошло с того момента, как женщины в США получили, получили право голоса. До этого они не могли голосовать. Вот мы говорим, женщина, мужчина. В Конституции США написано, all men are equal men. Не people, не humans, а men. Мужчины все равны. Это написано в Конституции. Там ни слова нет про женщин. Поэтому другой мир. Он по-своему совершенно замечательный. Если ты в этом мире родился, вырос, или приехал со стороны, но ты его принимаешь таким, какой он есть, и стараешься лучше его понять, вжиться. И тогда ты нормально себя чувствуешь. Вот. Это естественный процесс. Вот то, что мы такие, как мы есть, это естественно. То, что они такие, как они есть, это тоже естественно. Это не менее естественно, чем то, какие есть мы. Мы выросли вот в этом городе, в этой стране, в этой семье. Учились в этой школе, в этом институте. Вот это наши друзья, вот это наши начальники там по работе. И так далее. Вот мы такие, мы продукт, так сказать, места, страны, времени, эпохи. Так что, все отлично. Я не вижу конфликта в этом. То есть, как только мы перестаем навязывать свой образ мысли другим людям, вот так сразу в этот момент все и становится нормальным. Так что, я очень хорошо понимаю, вот, то, что женщина пишет. И, как бы, я могу легко встать на ее точку зрения и согласиться с этим и с этим. Но, если, как бы, вот вопрос уже задан, то я так его с разных сторон пытаюсь, то есть, на него посмотреть. Нет конфликта, я не вижу конфликта. То есть, если мы не будем его создавать, то ничего такого там нет. Вот, так что, давайте мы нашей зрительнице посоветуем и даже пожелаем, 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 чтобы вот в той мере, в какая она ходит, чтобы была обстановка, там, ухаживания, внимания, заботы и так далее, и так далее. Вот, чтобы все это присутствовало в ее жизни. И, по большому счету, это, в общем-то, в ее руках. И, я думаю, что все это есть реальность и будет реальность. И, в общем, и даже если она окажется в США, то, или там в Европе, ну, устаканится потихонечку, там, может быть, не с первой секунды, но по мере того, как жизнь налаживается, создается свой круг людей, вот, с которыми вам комфортно, и там все это отлично работает, так же, как и дома. Так что, вот, пожелаем, чтобы все было хорошо. Ну, и так уже берем шире, и не только нашей зрительниц, которая написала письмо, такое взволнованное, но и всем женщинам, чтобы им не приходилось жаловаться на отсутствие внимания со стороны мужчин. В том смысле, в каком им хотелось бы это внимание видеть, а не в каком-то таком, в котором не хотелось, что тоже бывает. Вот, так что, счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok